как понять что в вашем зубе остался инструмент стоматолога какому специалисту бежать в таком случае и как проходит лечение подобных ситуаций в нашей клинике блок уважаемые коллеги дорогие друзья я иван вьючнов кандидат медицинских наук член сообщества тдо а также отец-основатель клиники эндовью первой уникальной клинике на территории российской федерации специализирующийся на спасение зубов записаться к нам в клинику и ознакомиться с полным спектром стоматологической помощи можно по ссылке в описании или позвонив по телефону указанному на экране учитывая что корневой канал это не прямая труба а много витиеватая сложная система с различного рода мультипланарными изгибами то те инструменты которые адаптируются под изгиб корневого канала обладают циклической усталостью именно поэтому когда инструмент обрабатывает или вклинивается своими режущими гранями в просвет корневого канала он к сожалению может ломаться или на профессиональном жаргоне сепарироваться учитывая что сам по себе инструмент стерильный по сути дела пациент этого никогда не поймет однако если основной целью эндодонтического лечения является очищение корневого канала и инструмент сломан в средней трети или в последней части корневого канала то безусловно эта часть будет недообработанной и недоизбавленной от бактерий и мертвых тканей поэтому в скором времени это может привести к кисте киста даст обострение и соответственно вы будете чувствовать боль к сожалению инструмент в канале ломается безусловно ошибкой врача это не является тем не менее если врач использует один и тот же инструмент на нескольких пациентов конечно это циклическая нагрузка на данный инструмент будет возрастать и вероятность перелома этого инструмента будет также крайне высока именно поэтому необходимо использовать для сложных корневых каналов одноразовый стерильный и только один инструмент который впоследствии будет выкидываться конечно последствия после перелома фрагмента инструмента в канале зуба приведут к необходимости его извлечения соответственно для того чтобы извлечь этот инструмент, нам необходимо расширить корневой канал, дабы его извлечь и доочистить недообработанную систему корневого канала. Именно поэтому стремитесь не ломать инструменты в корневом канале, потому что жертвуя тканями дентина, в конечном итоге после его излечения может случиться перелом корня зуба. Любая диагностика при проведении, а также перед проведением эндодонтического лечения будет являться прицельная внутриротовая рентгенография. Потому как конусно-лучевая компьютерная томография, как правило, даст вам единую гомогенную картину, на которой вы можете и не заметить этого инструмента и примете его за пломбированный корневой канал. Но прицельная рентгенограмма покажет вам на детализацию корневой пломбы. И вот это как раз будет являться ключевым признаком, где вы можете заметить фрагмент эндодонтического инструмента в толще пломбировочного материала. Стоит отметить, что если инструмент сломан за верхушкой корня, то бишь находится в костной ткани, а учитывая, что корень по сути делает амортизирующая рессора, то он может являться раздражающим фактором при пережевывании пищи и зуб начнет болеть. Самые экстремальные случаи, когда инструмент сломан в толще самого нерва и как раз таки может приводить к чувству онемения. В нашей клинике накоплен колоссальный опыт по извлечению всех фрагментов эндодонтических инструментов. Поэтому мы можем извлекать их как микрохирургически, так и консервативно. Безусловно, все виды лечения осуществляются исключительно под контролем операционного микроскопа, с взаимодействием ассистента также под микроскопом, где врач и ассистент, воздействуя избирательно на дентин, убирают его по кругу для того, чтобы экспонировать или обнажить этот инструмент и впоследствии с использованием тончайших ультразвуковых насадок или специальных петель, извлечь этот инструмент из просвета корневого канала. И ассистент, когда врач воздействует ультразвуковыми коллегами на стенку корневого канала, избирательно выдувает, то есть проводит эвакуацию дентинных опилок, чтобы не заблокировался обзор и врач не убрал через чур и чрезмерное большое количество самого дентина, чтобы для этого обеспечить в конечном итоге долгосрочное функционирование зуба и избежать проблем, связанных с переломом. Конечно, фрагмент инструмента блокирует продвижение медикаментов и, конечно, других стерильных инструментов к верхушке корня, верхушке корневого канала и блокирует доступ эрегационных растворов к просвету корневого канала, где могут находиться потенциальные бактерии и мертвой ткани. Поэтому дальше это приводит, безусловно, к раздражению костной ткани, образованию кисты, то есть полностью заполненной гноем, и, безусловно, обострению хронического воспаления, для которого характерно отек, то, что мы называем в простонародье флюсом, а стоматологи называют это переоститом, гной, который скапливается под надкосницей, и, безусловно, это приводит к определенным плачевным последствиям. Я бы наставительно рекомендовал клинику, в которой врач-стоматолог использует операционный микроскоп в своей практической деятельности. Врач-стоматолог называет себя специалистом по лечению корневых каналов, и который прошел определенного рода подготовку. И, конечно, безусловно, клиника МДВЮ является такого рода клиникой, где многие специалисты применяют операционный микроскоп в своей практике, потому что мы уникальная клиника на территории Российской Федерации, которая специализируется на излечении ваших инструментов в корневых каналах, которые забыли другие специалисты. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы или ваши знакомые с такой проблемой. Записаться в клинику МДВЮ, а также ознакомиться с полным спектром стоматологической помощи, можно по ссылке в описании, а также позвонив по телефону, указанному на экране. Задавайте ваши вопросы в комментариях под видео. Я помогу сделать ваши зубы здоровыми и красивыми. Подписывайтесь на наш канал, а также оставайтесь на страже здоровья ваших зубов. Субтитры сделал DimaTorzok